Всадник без головы. Мар. 05-2015-12-59. В наши дни только Ленивэй не рассуждает о месте России в современном мире. Но лично мне думать об этом как-то странно. Чтобы занимать какое-то место, необходимо в полной мере быть. То есть, иметь не только ноги или, пардон, задницу, которые можно поместить на то или иное место, искомое есть и у вешалки для пальто, и у мешка с песком, но и лицо. Быть полноценным и неповторимым субъектом. Есть ли у современной России лицо? Увы, ответ отрицательный. Лицо – это то неповторимое послание, которое народ и его государство транслируют всему миру. Это яркая манифестация пути, миссии. Если кто-то думает, что миссии и пути – это миф и что главное предназначение любого народа – сытно, уютно и беззаботно жить, то он или заблуждается или сознательно проповедует превращение человека в жвачную скотину, а народов – в стада. Миссия и путь вовсе не равняются претензиями на исключительность и мировое господство. Свой путь есть у каждого человека и каждого народа. Об этом отлично знали китайцы, сформулировавшие важнейшие понятия дао, да и не только они, недаром в русском языке существует выражение сбился с пути – беспутный. Россия последние три десятилетия как минимум не просто беспутная, она в принципе не способна этот, только свой, путь увидеть и даже понять, что он ей жизненно необходим. Все эти годы, начиная еще до развала СССР, Россия принципиально двигалась по чужому пути – западному. Отказавшись говорить миру свое слово, она решила, что все слова в мире уже сказаны, что самое весомое на все времена и для всех народов провозглашено западом. Остается лишь пристроиться в Кельватер и, может быть, со временем, стать вторым кораблем после флагмана или даже, чем черт не шутит, занять его место, не наградусь при этом не отклоняясь от священного курса. Когда стало ясно, что этот курс несовместим с ее выживанием, Россия даже не попыталась срочно начать прокладывать свой. Она просто резко отвернула и начала странствовать в открытом море без руля и ветрил, под ударами всех ураганов и под обстрелом дальнобойных орудий покинутой ею эскадры. Но еще больше, чем корабль без курса и лоцей, Россия напоминает всадника без головы. Прежде всего потому, что у корабля, даже сбившегося с курса, остаются его вполне четкие очертания, по которым можно его опознать. А вот лишившийся головы человек, даже на сильном и горячем коне из кучи оружия уседало, всего лишь бессмысленное и отвратительное пугало. Даже если это не просто притороченный к седлу труп, как в романе Майнрида, а способный совершать какие-то телодвижения призрак, его привлекательность не просто равна нулю, а имеет отрицательное значение. Привлекательность, это не потрясание кулаками, неутробное рычание и негорделиво-непреклонная поза. Все это может напугать, впечатлить, опять же по большей части в отрицательном смысле, но не заинтересовать и тем более, не очаровать. Для этого нужно иметь лицо. Не то пресловутое человеческое лицо, под которым всегда понималась слюнявая улыбочка блаженного идиота, а нормальное, живое, способное грозно хмуриться в ответ на вызовы врагов и сердечно улыбаться друзьям, не путая постоянно одних с другими. А самое главное, чтобы в глазах явно виделся свет мысли, осознанность, ясное понимание пути и цепкое внимание в следовании ему, а также не фанатичное, но, тем не менее, твердая уверенность в своем выборе. Ну, и разумеется, губы этого лица должны уметь не только гримасничать, но и произносить громкие, внятные и ясные речи, объясняющие всему человечеству, что же это за путь и почему, собственно, по нему имеет смысл идти. Все это необходимо не только для приобретения союзников, ведь у безголового блуждающего чучела друзей и союзников быть не может, но и для себя самих, для ощущения того самого пресловутого места в мире. Известно, что часто возможность посмотреть на себя в зеркало лучший способ восстановить самообладание, прийти в себя. Пока, к сожалению, даже если позывы к саморефлексии у коллективной личности по имени Россия порой возникают, она видит в зеркале лишь пустоту или в лучшем случае некое расплывчатое пятно. Отчаяние от попыток обрести себя вызывает невротическую иллюзию того, что без своего лица и своего пути можно обойтись, заменив его оборонительным окукливанием и зависанием на месте. К сожалению, народы и страны чем-то напоминают некоторых рыб, если они перестают двигаться, то умирают, даже если вокруг нет никаких врагов. А врагов у России более чем хватает. Потому если Россия в кратчайшее время не обретет свое неповторимое лицо и не сформулирует свой четкий ответ на вызовы пробудившейся истории, не представит человечеству заявку на новый исторический проект, противостоящий стремительному процессу дегуманизации, она будет безжалостно сметена и со всех карт. Бессмысленное блуждание в океане может привести только на рифы, а лошадь всадника без головы рано или поздно понесет и рухнет вместе с ним в бездонную пропасть. Категорически недостаточно свернуть с гибельного пути, необходимо найти путь спасительный и указать на него другим. У всадника должна вырасти своя живая голова, причем, абсолютно новая. Совершенно бессмысленная гибель на пытаться пришивать к его телу давно мертвая и мумифицировавшаяся голову прежних, отживших проектов, вроде белоцаристского или ностальгически советского. Содержащийся в этих реликтах трупный яд окончательно убьет и то, что еще каким-то чудом оставалось живым. Без подлинной новизны, без поиска нового живого смысла нам не спасти ни себя, ни человечества. Для поиска лица, пути и смысла необходима своеобразная лаборатория. Вариантом такой лаборатории является газета «Суть времени», на страницах которой идет напряженный поиск ответов на главные исторические вызовы, стоящие перед нами. Leave a comment. Read comments. 3.